Ван Эйк 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 Генте & Брюги Придворная культура чрезвычайно многообразная, облучает в себя самые разнообразные элементы, тут и куртуазная литература и музика, искусства интернационального готики, получившее распространение около 1400 года, и даже античные реминисценции Филипп Добрый любил отождествлять себя и свой двор Александром Македонским, и его окружением, одновременно, нельзя забывать что фламандские города вроде Брюги и Гента были в тот момент богатыми торговыми центрами, с бурно развивающейся экономикой, значительной политической автономией, новым и постоянно растущим классом буржуазии. Кажется, мы знаем об этой цивилизации куда меньше, чем об Италии эпохи Возрождения. Но ясно, что в тот период эти города могли составить уверенную конкуренцию Флоренции эпохи Медичи. Подробнее о мире, в котором формировался и жил Ян Ван Эйк, можно прочитать у Йохана Хёзинги. В книге «Осень средневековья». Каждый издалов выставки посвящен какому-то аспекту творчества Яна Ван Эйка. Передача пространственной глубины художник не знаком с итальянской теорией перспективы, но создает с помощью аксонометрии иллюзию пространства, изображение архитектуры, реальные, вымышленные, пейзажи и дальние планы в его произведениях, конечно же, образы святых и богоматери, имитация скульптуры и живописи, портреты. Один из главных вопросов, по-прежнему волнующий исследователей творчества Ван Эйка, касается истоков его самобытной манеры. Иначе говоря, откуда и как возникает эта уникальная по своему оптическому натурализму живопись во Фландрии 20-30-х годов XV века. Искусство Ван Эйка объединяет в себе черты стиля поздней готики и элементы нового зарождающегося искусства, который знаменитый историк искусства Эрвин Пановский назвал «рождение бизантичности». По аналогии с возрождением в Италии, возрождение античности. Кстати, сравнение с итальянской живописью на выставке тоже есть, причем представлено как работами основателей передового флорентийского «Кватраченто Доминико Венециано» «Благовещение» и «Фра Анджелико» «Святой Николай», так и произведением Стефано Ди Джованни «Мадонна в розовой изгороди», представителя как бы более архаичной сиенской школы, сформировавшейся на стыке византийской традиции и готики. Это сопоставление живописи Ван Эйка и его окружения с итальянским искусством демонстрирует, насколько его светящаяся словно драгоценная живописная поверхность отличается и от матовой, более сдержанной по цветам флорентийской живописи и от золотых фонов сиенских художников. У итальянцев господствует математически выверенная перспектива, симметрия, классическая архитектура в качестве фона и местодействия, фигуры, изображенные преимущественно в профиль. Для произведения Яна Ван Эйка характерны оптический натурализм, величайшая степень детализации в живописи, мастерство светотеневой моделировки для передачи объема, сложные приемы для передачи пространственной глубины. Очевидно, что здесь были иные источники вдохновения, нежели у итальянцев, иные примеры для достижения эффекта трехмерности фигур, например. Один из залов выставки посвящен взаимному влиянию позднеготической культуры и живописи. В Генском алтаре Ван Эйк виртуозная имитирует скульптуру, изображая фигуры святых, Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, словно высеченными из белого камня, в том числе за счет удивительной игры света и тени в нишах. В его времена художники и скульпторы активно спорили о том, какой из двух видов искусства воспроизводит реальность лучше. Из исторических документов мы также знаем, что Ван Эйк расписывал и покрывал позолотые каменные статуи людей в натуральную величину. Однако эти скульптуры не дошли до наших дней. Даже если бы в одной экспозиции удалось собрать все сохранившиеся работы Яна Ван Эйка, мы бы все равно увидели лишь осколки наследия художника, как и в случае с другими гением этой эпохи Леонардо да Винчи. Однако и столь фрагментарная картина позволяет представить масштабы той революции оптической, как ее называют авторы выставки, которую он произвел. Продолжение следует...